Я откровенно устала быть мамой. Видео, на которое я сегодня решилась, будет откровением. Мне кажется, такие рода видео, они получают достаточно большой отклик, просто потому что это тема и те точки, на которые сегодня я расскажу, те болевые точки, о которых я сегодня с вами поделюсь. Я думаю, что касались так или иначе любую маму. И мне кажется, это очень важно, чтобы мы об этом говорили, просто для того, чтобы мы чувствовали, что ты в этом не одна. У тебя есть другие мамы, которые точно так же проживают эту нелегкую пору родительства. Как мне кажется, очень важно поднимать эту тему просто для того, чтобы женщины понимали, мамы новые, молодые мамы, понимали, что ты не одна. С тобой вместе разделяют такие же проблемы, такие же сложности, такие же эмоциональные качели, огромное количество женщин со всего мира. Как и заголовка, вы уже, наверное, поняли, сегодня речь пойдет о достаточно сложной позиции о материнстве и вообще в целом мамы в современном мире. Я очень надеюсь на ваш отклик. Если вы чувствуете, что вы себя когда-либо ощущали в таком же состоянии, обязательно дайте, пожалуйста, в комментарии знать. Каждый комментарий, он очень важен просто потому, что он поддержит другую маму, которая находится прямо сейчас в таком состоянии. Для этой мамы важно понять, что есть свет в конце туннеля, и так будет не всегда, и есть другие люди, которые поддерживают и разделяют ее сложности. Всем привет! Кто меня не знает, меня зовут Ольга Рохас. Я живу в городе Нью-Йорке, я замужем за перуанцем, и у нас растут две замечательные дочки, которым 3 и 5 лет. За свои 18 лет жизни в России я приобрела как минимум два таких утверждения, которые говорили о том, что детей нужно рожать желательно рано, быть молодой мамой, это круто. И второй, пожалуй, что материнство это фантастично, это радость, это счастье. В общем-то и на том реальные знания о материнстве были закончены. У меня родился первый ребенок, когда мне было 25 лет. А я была самая старородящая из всех своих одноклассниц, знакомых в России. Для Америки, конечно же, это было очень рано. Мой муж очень сильно удивлялся, почему так рано ты хочешь детей. А мне казалось, что я же из России, и я понимала, что 25 лет это уже как бы вот, уже пора-пора, давайте заворачиваем и, в общем-то, уверенным шагом идем в роддом. Так вот, в 25 лет я родила свою первую дочь вдалеке от своей родины, вдалеке от своих родителей, от своей семьи. Я осталась один на один со своим ребенком в Нью-Йорке, в нашей квартире. И надо сказать, что у нас еще не самые худшие условия. Мы переехали как раз, когда я была беременна, в квартиру побольше. У нас очень много разных развлечений в доме, но все же я прочувствовала каждой клеточкой все вот эти вот радости материнства, о которых почему-то все молчали. И вот сегодня мы с вами разберемся, почему, в чем проблема, откуда это все исходит, где корни этой проблемы. Первое, на чем хотелось бы остановиться, это понимание того, что с рождением ребенка у женщины кардинально меняется образ жизни. Если раньше, исторически, когда ребенок рождался в поле у женщины, она продолжала работать буквально, она немного рекуперировалась там дома, у нее немножко привела себя в порядок и вышла опять в поле. Ребенок где-то рядом растет, потому что у тебя 10 других детей, которые помогают. Тут еще тетка, зять, сваты, в общем, все помогают тебе воспитывать ребенка. То же самое было и в джунглях, в Перу, то же самое было у американцев, индейцев, которые жили на этом континенте. В общем-то, образ жизни женщины не менялся. Если она была дворянкой, то она продолжала ходить на свои баллы и состояла во всех этих мероприятиях и жила полной жизнью, в принципе, сильно не изменяя своим прежним привычкам. Что получается в современном мире? Современный мир достаточно насыщен разными социальными наслаждениями. И ты живешь, порхаешь, тебе еще, в общем-то, капают такие приятные мысли о том, что сейчас ты родишь и вообще счастье обретешь. И тут ты рожаешь, и тебя забивают в бочку. Просто как в той сказке у Пушкина. Тебя заколотили в бочку, и ты сидишь. Информационного потока очень мало, просто потому что тебя очень сильно шокирует. Новая роль на тебе столько повешали, тебе сказали, во-первых, будет счастье, во-вторых, как ответственно воспитывать будущее поколение. Ты чувствуешь эту уверенность в себе, точнее, неуверенность в том, что делаешь ли ты все правильно. Откуда это исходит? Это исходит оттуда, что у нас сейчас настолько много разной информации, которая идет таким, вы знаете, фоновым шумом, а иногда она выходит вообще в первые ряды. Тебе говорят о том, как правильно разговаривать с ребенком, как нужно не игнорировать его эмоции, как нужно себя вести, какой прикорм и во сколько. Есть такое огромное количество информации, которое тебе нужно на сегодняшний день сразу взять и, в общем-то, оттуда вытянуть самую суть, и самое главное, принять решение. Если не примешь неправильное решение, то вся жизнь твоего ребенка пойдет просто к черту и лесу, и ты живешь в этой информационной бочке заколоченной. У тебя нет поддержки, потому что, как правило, родители живут далеко, бабушки и дедушки на сегодняшнем современном мире, они продолжают работать. Если ты еще переехал в другой город или в другую страну, прекрасное счастье, если к тебе приехал родитель в помощь тебе, то есть бабушка или дедушка, на месяц. Очень часто и такого не бывает. Ты заколочена в четырех стенах, у тебя день сурка, который каждый день одно и то же. Твое личностное развитие приходит к нулю. Потом, когда ты такая вся, в общем-то, сидишь, унылая, не выиспавшаяся, недовольная вообще все, что происходит с тобой, открываешь инстаграм. А в инстаграме есть эти шикарные мамы, которые показывают, как прекрасно быть мамой. И я помню тот самый момент, когда я маме своей сказала. Я была тем самым счастливчиком, когда на рождение первой и второй дочери ко мне мама приезжала на полтора месяца. И вот я помню, в первый раз я сижу и маме говорю, мам, слушай, а как они все успевают? Я что-то не пойму вообще, что происходит. Она там уже и красоткой бегает, и у нее там проект кипит, она только родила. Как они это успевают? Я не понимаю. Мама говорит, ну, Оль, у них просто, наверное, есть няни, у них есть помощники. Именно поэтому я говорила, нет, мам, да как, нет, такое не может быть, они никогда этого не показывали, они же такие честные. И вот в тот момент мне очень тяжело далась-то правда осознать о том, что помощники у них есть. Просто невозможно вместить в одну единицу времени, а единица времени для всех, она одинаковая, абсолютно все. Да, мы можем приоритизировать некоторые задания, занятия в нашем дне. Мы можем взять, например, какую-то для себя эксперта, допустим, по сну, таким образом научить ребенка спать верно, в общем-то, в угоду маме, чтобы она тоже высыпалась. В таком случае у тебя будет больше сна, больше энергии и больше времени для себя. Есть какие-то точки фокуса, которые действительно ты можешь просто сместить свое внимание. Но здесь очень сложные ситуации. Сложная ситуация заключается в том, что традиционное материнство, традиционные такие манеры воспитания ребенка, она уже практически вымерла. То есть мы все прекрасно понимаем, что нельзя бить ребенка, нельзя грубо разговаривать с ребенком, нельзя, я не знаю, кормить ребенка с месяца обычной едой. То есть есть какие-то базовые знания уже того традиционного метода воспитания, и мы понимаем, что так делать уже нельзя. Но проблема в том, что вот эта новая система воспитания ребенка, она еще не создалась. То есть мы сейчас с вами находимся в позиции вот таких вот крысок для испытания, которые на себе, на своем опыте понимают, что работает, а что нет. И вот эта сложность, поэтому вокруг нас есть этот информационный поток. Мы все пробуем. Ставить прививки, не ставить прививки. Прикор начинать с искусственной смесью не начинать. Шапочку одевать, или пускай закаляется, как в Америке. Или пускай мы будем с ребенком разговаривать на одном уровне всегда, или в принципе можно и так. И вот эти вот каждодневные принятия решений, так называемый вот этот baby management, маме нужно принять решения ежедневно по тысяче раз практически. И вот эти вот ежедневные решения, они очень сильно эмоционально тебя загружают. И ты даже не понимаешь, где, когда успела улизнуть эта энергия. Вроде бы проснулась, вроде бы ничего не делала, только кормила грудью, там что-то завтрак приготовила по старому, а энергии уже нет. Дело в том, что каждое наше принятое решение, на него уходит огромное количество энергии. Я думаю, что все знают про Стива Джобса, который носил зря черную водолазку, просто потому, что он не хотел тратить свою энергию на принятие решения, что в чем я пойду сегодня. Именно вот эти мини-решения, они складываются, и они накапливаются ежедневно. И вот такое вот эмоциональное истощение, которое на самом деле даже страшнее физического, оно приводит к тому, что мама просто перегорает. И еще есть некоторый нюанс. Небольшой, но очень важный. Это гендерные стереотипы. Нашим мужчинам, к сожалению, было привито таким образом, что материнство и вообще родительство это женское дело. И да, наверное, испокон веков действительно женщины были во главе воспитания детей. Но мы не можем игнорировать тот самый факт, что наше общество поменялось. Теперь мы, как ячейка общества, живем очень обособленно от других людей. Если раньше у женщины были свахи, двоюродные братья, тетки и бабушки, которые ей помогали, в таком случае мужчина нес немножко другую роль, он был добытчиком и только. То на сегодняшний день, когда этих свах, двоюродных братьев и бабушек, как и вот этого самого комьюнити, тот самый виллэдж, ее рядом нет, то единственный человек, на которого ты можешь рассчитывать, это мужчина, который находится с тобой рядом. А у мужчины вложен этот стереотип. Мое физическое тело, мой ум, мой мозг, вообще как я создан, он мне предназначен для того, чтобы быть с ребенком. И в этом плане, кстати, иностранцы большие молодцы, потому что, ну, наверное, не все, нельзя говорить, что все иностранцы, но вот, допустим, американцы, они в принципе, в целом стараются разделить эту роль родителя, потому что изначально, в любом случае, у ребенка два родителя, и каждый имеет свою функцию, тем более, когда вот нет той самой виллэдж и комьюнити. Тяжело бороться с этим стереотипом, и бороться, наверное, вообще не самое лучшее качество женщины, но женщина в любом случае может достаточно в мягкой форме рассказать своему мужу о том, или своему партнеру, о том, она узник ситуации, она отдала свое тело, конечно, добровольно, но все же в некоторое рабство, ей нужна помощь. И, возможно, если ваш муж не соглашается на то, чтобы помогать как-то физически с ребенком, хорошо. Конечно, было бы прекрасно, если бы он помогал, потому что все же он второй очень важный, точнее, не второй, а вы оба первых участника, есть папа и мама, и обе роли эти очень важны. Но если он не готов помогать физически вам, и, понятное дело, у него нет, допустим, груди, чтобы кормить ребенка, то напомните ему, что у него все же есть возможность заботиться в таком случае хотя бы о вас, о маме, которая настолько много сил уделяет ребенку. Как он может заботиться? Он может вам заказать еду, он может что-то приготовить, он может сбегать в магазин, он может дать вам час посидеть с ребенком где-то спящим в коляске, а вы просто поспите, полежите. Он может принять решение за вас. Вы знаете, мужчины очень часто встают на такую позицию полуродителя, только, как бы, знаете, такой ассистент родителя. Да, ребенок сейчас заплачет в коляске, а что я буду делать, я не знаю, позвоню жене. То есть, опять-таки, решение приходит к вам. И если вы сейчас беременная, это прекрасный момент, обговорить это с мужчиной. Но помните, что с мужчиной нельзя разговаривать в принудительном тоне. Мужчины это не ценят и не любят, и, скорее всего, не услышат вас, а вам надо что-то услышать. Поэтому нужно включать все свои дипломатические качества, и с любовью, с уважением. Напомнить мужчину, что мы оба родителя, и, в общем-то, сейчас будет как и радость, так и сложность в некоторой степени. Если бы я посмотрела это видео до того, как у меня появились дети, то, наверное, я бы не появилась в том самом информационном коконе, в том самом эмоциональном состоянии выгорания, в том самом конфликте внутреннем. Потому что мне сказали, будь счастливой, я не счастлива, я не реализовала себя, и я понимаю, что я сейчас поставила свою жизнь на стоп, и как быть дальше. И вот такое вот непонимание себя, и куда мне дальше двигаться, это был большой конфликт. Но именно как из любого конфликта, из любого кризиса, самое главное, знать, как его правильно проживать. И вот исходя из этого кризиса, был рожден мой видеокурс, который называется «Мама муза в билингвизме». Это курс, который расставляет все точки над «и», с точки зрения знаний, которые мама должна иметь, безусловно, о психологическом, педагогическом, и вообще всецельном, да, развитии умственном, когнитивном ребенка. То же самое, она должна понимать, где тот самый баланс, где мой комфорт, и ребенок. Та самая иерархия, которую, как правило, мы в современном мире упускаем, потому что нам навязывают, что все должно быть вокруг ребенка. Ребенок – это центр внимания. Но, к сожалению или к счастью, я вас хочу обрадовать, что это не так. В центре вы. И уже все остальное вокруг вас – это инструменты воплощения вашей жизни и вашей счастливой жизни. Поэтому дети – это несчастье, это тот самый инструмент, как мы можем реализовать какие-то свои качества, и тоже за счет этого быть счастливой, но это не является единственным счастьем в мире. Да, это ваша база, да, это ваша семья. Но, если вы будете несчастливы, ваши дети будут вдвойне несчастливы. Если вы поставите ребенка в центр вот этого счастья, то я вам хочу сказать, это очень жестокое обращение с ребенком, потому что ребенок будет всю жизнь чувствовать, что я виноват в несчастье своей мамы. Поэтому, прежде всего, это ты, это мама. Твое эмоциональное состояние, твой комфорт, то, как тебе удобно. Но для этого нужно иметь, располагать знаниями. А что значит правильно? А как лучше? А где действительно вот эти точки фокуса, которые я должен расставить для себя и понимать вообще, куда мы двигаемся? А тем более, когда вы воспитываете билингвального ребенка. Тут такая, понимаете, с воспитанием билингвального ребенка на твои плечи ложится двойная мера ответственности. А где есть ответственность? Там с неудовлетворительными результатами приходит и чувство вины. По пути появляются страхи, неуверенность. И вы идете как будто бы закрытыми глазами, не зная куда. И, к сожалению, как показывает опыт, очень часто приходят не туда, куда хотели. А времени уже не вернуть. Вот именно вокруг этой, вокруг этого конфликта мы с шестью другими экспертами и тремя дополнительными мотивационными, энергетическими коучами и спикерами мы организовали курс мама-муза в билингвизме. Он подходит, конечно же, идеально для женщин, которые проживают, точнее мам, которые проживают за границей, которые хотят сохранить свою русский язык и культуру, но в то же время не раствориться, не потерять себя вот в этом материнстве, в билингвизме, о том, как правильно. по сути дела мы создали такую свою школу материнства в условиях билингвальной среды. Те самые ценные знания, которые нас, к сожалению, никто не учил. И не учили нас об этом в школе наши родители не потому, что они такие плохие, а потому, что просто это не было частью их приоритетов, важностей. Вообще, они не знали, что это важно знать, как и куда идти, как воспитывать ребенка. Если бы каждый родитель обладал ту информацию, которую мы сосредоточили в нашем курсе, он бы просто на пути к своей поставленной... Во-первых, он бы определил цель, а во-вторых, на пути к поставленной цели он бы не расплескивал так много энергии, сколько мамы расплескивают по пути, и у них не хватает времени на себя. Они теряются, они растворяются, они думают, что так должно быть. Нет, так не должно быть. Ты в первую очередь личность. В первую очередь ты человек, который должен вдохновлять участников вашего семейного быта. Всех. Ты информационное ядро семьи. То какие-то привычки, традиции, праздники ты вводишь в свою семью, то так и будет воспринимать мир ребенок. Именно поэтому очень важно маме быть наполненной. Мама не может разливать из пустого чайника. Если стакан пустой, то ребенку ничего не достается. И он будет опять-таки проходить. Вместо того, чтобы ты им показать ему, как надо, и помочь ему, чтобы он не стоял в будущем в таком выборе. А как это воспитывать детей? Да, мы будем допускать какие-то ошибки на пути, они неизбежны. Но, как я вам уже говорила, любой кризис может быть вашим помощником, если ты знаешь, как проходить правильно этот кризис. Ошибки кризиса, они неизбежны. Это часть пути, по которым мы учимся. Но с определенными знаниями этих ошибок может быть меньше. Твоя уверенность будет гораздо выше. И количество энергии и ресурсов, которые ты тратишь на воспитание и создание, оно гораздо меньше. У нас есть четкий пошаговый план, что тебе нужно делать. У нас есть точные, четкие процентные соотношения 20 на 8. Закон Паретто, да? 20% усилий рождают 80% результата. То есть, где эти 20%? Эти 20% воспитания билингвального ребенка и нахождение себя вот в этой всей билингвальной для кого-то каши, а для нас достаточно понятной истории, это и есть наш курс Моему Мозу Билинг Бизни. Если вам это откликается, если вы хотите понять, как выжить, как создать свою билингвальную гавань на всю свою жизнь, то ссылка на наш сайт находится под этим видео. 15 октября уже будут закрыты все места, на наш курс уже попасть будет невозможно. Поэтому я очень надеюсь, что это видео придет к вам так или иначе вовремя. Очень жду ваших комментариев о том, как вы себя чувствуете в материнстве, какие самые сложности для вас возникают в материнстве, что самое сложное для вас. И если у вас были какие-то решения проблем этих, то я тоже с удовольствием их почитаю. Я думаю, что это будет другая порция мотивации, вдохновения и поддержки для других мам, которые смотрят сейчас это видео. поделись этим видео со своей подругой, которой ты знаешь, что она точно так же себя чувствует, со своей сестрой, а может быть даже со своей мамой, которая попробует тебя понять. Да, мама тебе напоминает, что у тебя есть подгузники, у тебя есть стиральная машинка, у тебя есть коляска, у тебя есть лифт, но в современном родительстве и материнстве есть гораздо более сложные вещи, и это эмоциональное состояние выгорания мамы. Это действительно сложно, когда вокруг тебя столько информации, столько страхов, столько чувства вины и неуверенности. Быть мамой в современном обществе нелегко. Именно поэтому мы здесь для вас очень бы хотелось, чтобы каждая из мам была мамой-музой, даже пускай в билингвальной или билингвальной среде, чтобы каждая мама нашла себя, не потеряла себя, пронесла себя достойно, и нашла свое призвание помимо того, что быть мамой. Огромное спасибо, что досмотрела это видео до конца. Я очень надеюсь, что мне удалось затронуть ту самую струну, которая так давно играет тихо в твоей душе, а сегодня у нее появился облик и голос в виде меня. Огромное спасибо, подписывайся на мой канал и я с нетерпением жду нашей встречи в следующем видео. Пока-пока!